Вызвали кросс-гвардию с прапорщиками. Здравствуйте. Здравствуйте. А в связи с чем прибыли? Тревожную кнопку нажали. Здравствуйте. Кур-код на праздник показали. Мы без QR-кода делаем на вынос. Я понял, но вы поймете, тоже прекрасно, что они имеют право не показывать QR-код. Согласно Конституции Российской Федерации, праве передержения человека может ограничить только федеральный закон, а не постановление Кабинетского Министерства Татарсана. А почему мы об этом тогда не знаем? Почему нам говорят? Прошу в спорте. У вас сводят заблуждение. Весь спорта допустим, да. Я понимаю, есть такое постановление, которое Кабинет Министерства. Оно еще не подписано. Я вот вам только что же показывал. Просто видите, нам говорят одно. Вы должны руководствоваться только законом. Прежде всего Конституцию Российской Федерации, я же вам только сейчас объяснил, праве передвижения ограничить только человека, может федеральный закон. То есть получается, вот сейчас с этого момента я пускаю всех. Так получается. Не понял еще раз. С этого момента я пускаю всех. Есть у него QR-код, нет у него QR-код. Нет, это ваше решение. Я же приезжаю сюда по тревожной кнопке и выясняю причину. Мы сказали вызвать вас, сказали, вы все знаете, что без QR-кодов мы не обслуживаем. Я вот вам сейчас объясняю, это я приехал по вашей тревожной кнопке, которую вы нажали. Административного правонарушения, предписательных уголовных действий здесь я не вижу. Вот на данный момент. Все, хорошо, я своему руководству передам. Спасибо, что вы ехали. Я вам сейчас донесу. К нам предыдущие есть какие-нибудь? К вам нет, спасибо. Так, Юльмира, я вам сейчас объясню. Требования QR-кодов это незаконно, вы можете только в рекомендательный характер. То есть вы можете только рекомендовать. Попросили, нету, ограничивают вы при этом, не имеете права. Понимаете? Я прошу. Благодарю. Будьте добры.